Журналисты спросили президента Казахстана, может ли Казахстан вступить в союзное государство, такое как Россия и Беларусь. Нужна ли таким союзным государствам единая валюта, таможня, единый парламент? Или наша цель превратить Евразийский экономический союз в Восточноевропейский союз? Является ли это возможным? Как вы думаете, каким будет союз через 10-20 лет? Какой из наших проектов сотрудничества и совместных проектов наиболее перспективен? На что Такаев ответил, Казахстан тесно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интегрированных объединений. Мы не планируем присоединяться к таким союзным странам, как Россия и Беларусь. Дальнейшее развитие интеграции внутри этих организаций остается нашим приоритетом. Мы заинтересованы в усилении потенциала Евразийского экономического союза только как экономического союза. Мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба, развивая сотрудничество, создавая общий рынок товаров, услуг и рабочей силы, делая страны этого союза более привлекательными для инвестиций. Работа в этом направлении стабильно продвигается. К 2025 году будет сформирован единый энергетический и финансовый рынок, особенно в области цифровой интеграции, сказал Касым Жамар Такаев. Журналисты также спросили президента о его взглядах на двоевластие в Казахстане, которое часто упоминается среди политологов. Первый президент Нурсултан Назарбаев, основоположник современного Казахстана, крупная историческая личность. 6 июля мы отметили его 80-летие. Конечно, речь идет о его работе для нашей страны и международного сообщества. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие. Это очень важно для укрепления государственности Казахстана. Поэтому первым пунктом моей предвыборной программы была названа преемственность. В нынешней сложной ситуации Нурсултан Назарбаев однозначно поддержал мое направление по преодолению кризиса, созданию новой экономики и оказанию материальной помощи гражданам. Нет двоевластия. Сам Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял об этом и призывал общественность объединиться вокруг действующего президента, сказал президент Казахстана. Касым Жамар Такаев также ответил на вопрос о русских в Казахстане и их правах. На наш взгляд, межнациональное согласие – важный фактор внутри политической стабильности. Без него невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан – многонациональное государство, как и Россия. Считаю это большим стратегическим преимуществом. Мы придерживаемся принципа единства в разнообразии. Фактически, граждане Казахстана независимо от этнического происхождения считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет такого понятия, как меньшинства. В Казахстане проживает более 3,5 миллионов россиян. Их доля в населении страны составляет около 19%. Россияне, проживающие в нашей стране, являются неотъемлемой частью нашего народа и имеют все права, сказал президент. Такаев также заявил, что он против фразы «Русская диаспора». Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов мне попалась фраза русская диаспора в Казахстане. Я предупреждал наших идеологов и экспертов, чтобы они вообще не употребляли столь противоречивого слова. Русские – часть нашего народа. Они внесли весомый вклад в становление и развитие Казахстана. Об этом нельзя забывать. Золотыми буквами в нашей истории написаны многие русские имена. Григорий Потанин, Павел Зинков, Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай Макиевский. Есть эти и многие другие граждане. Они гордость Казахстана. Наши известные спортсмены, такие как Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, защищают честь и достоинство Казахстана на мировых спортивных аренах, сказал Касым Жамарт Такаев. Субтитры создавал DimaTorzok